Самые базовые в рассылке, с чего мы начинаем всегда, это базовые показатели. Показатели любой рассылки делятся на два вида. Вот то, что у вас сейчас на экране, это общие показатели. Есть еще коммерческие, которые связаны с воронкой продаж. Но мы сейчас в рамках нашей сегодняшней встречи, в рамках нашего семинара, будем говорить про технические показатели, которые считаются следующим образом. Значит, первое – это процент доставки, а именно, значит, вот вы сделали рассылку. Вы ее красиво сверстали, загрузили туда тексты, картинки, подумали над тем, какое главное сообщение должно пойти от этой рассылки, какое название должно быть, чтобы люди, соответственно, его с большей гарантией прочитали, то есть заинтересовать подписчиков особенно, и отправили. Отправили, значит, если у вас 20 человек рассылка, наверное, можно из личного ящика. Но если у вас их 500, 2000 и больше, то даже если их 300 человек, то 300 писем вручную – это очень долго. Поэтому мы для этого используем сторонние сервисы, из которых то, что сейчас есть на рынке, как вот называется, чем хорош рынок интернет-маркетинга в России. Почти каждая программа, связанная со сторонними сервисами, аналитика, поиск брендовых названий, конкуренты, не аналитика бренда, а анализ конкурентов, и в том числе e-mail маркетинга, отложенный постинг в социальных сетях, парсинги, сбор аудитории сторонними сервисами, они все дают, если не базовый уровень бесплатного доступа, то хотя бы тестовый период бесплатный, чтобы посмотреть, как это работает. Причем в тестовый период включается то, что мы называем полный фарш. То есть в области, соответственно, рассылок у нас есть несколько видов сторонних сервисов, которые позволяют отправлять рассылки массово. 300, 500, 600, 70 тысяч, миллион и так далее, и так далее. Значит, из того, что известно и проверено временем, компания Unisender и GetResponse, две такие, самые базовые стоят. Следующим по уровню и качеству аналитики идет программа Sensei, наверное, одна из самых старейших в ProNet. лет 10 назад, у нас сейчас 19-й год, 15 лет назад, она называлась платформой Subscribe. И была посвящена возможности, когда каждый человек мог создать рассылку на свою тему, на какую угодно, и дальше рассылать через платформу Subscribe, через подписчиков. Подписчики подписывались также на самом Subscribe, и механика была следующая. Человек открывал рассылку на Субскрайбе, дальше через свои рекламные каналы, листовками, призывами на сайте, рекомендовал своим посетителям подписаться на рассылку на Субскрайбе, и Субскрайб сам отправлял. Теперь через почти 10 лет платформа работает следующим образом. У вас есть сервис, который предоставляет вам Субскрайб. Если база меньше, чем 500 человек, то бесплатно. И вы можете отправлять любое количество писем, но там есть ограничения, но оно очень большое. Что-то там 15 тысяч в месяц. Вы можете отправить писем. То есть если у вас база 500 человек, 15 тысяч поделить на 500, это получается, это даже не каждую неделю по рассылке, это еще чаще. Это уже столько, сколько надо есть. Вот. Вы можете отправлять бесплатно. AionSender GetResponsor разрешает отправлять бесплатно 2000 писем. База. Следующая компания по уровню качества идет платформа MailChimp. Она пишется по-английски. Mail как письмо, а Chimp как обезьянка. И, пожалуй, что на современном рынке для маркетинга MailChimp является таким хорошим, среднего уровня, но предельно качественным по наполнению площадкой. Во-первых, 2000 писем – это хорошая база уже. Это много. Можно отправлять бесплатно. Второе. MailChimp как сервис зарубежный легко проходит все верификации у наших почтовых, соответственно, организаторов почты. У Яндекса, у Mail.ru. Gmail уже давно прошел. То есть эти письма не блокируются постмастерами MailChimp. Третье, чем является несомненный плюс – регистрация MailChimp бесплатна, что логично. У них прекрасный редактор. То есть если вы владеете фотошопом, пускай там не уровень бог, но неплохо, там на уровне хорошего дизайнера. И не только фотошопом, но и языком HTML, чтобы вы сами нарисовали и все сверстали вручную, то тогда никакой сторонний сервис-редактор вам не нужен. Вы это сами сделаете. Потразите кучу времени, напишите код и сверстаете. А у MailChimp есть встроенный прекрасный редактор с кучей шаблонов, с массой возможностей работы с картинками, с вариантами работы с фонами, с подложками, с текстами, даже со встроенной анимацией и бифками. И у нас большое количество email-маркетологов работают с MailChimp так. Например, значит, MailChimp есть тоже за деньги. То есть если больше 2000, оно там стоит денег. GetResponse дешевле. И сенсей дешевле. Поэтому есть решение следующее. В MailChimp регистрируемся и верстаем, потом выгружаем в сверстанные красивые письма, вставляем в тот же самый Unisender или GetResponse и отправляем. Каждый рассылщик любого уровня имеет встроенный редактор для верстки. Просто в GetResponse, в Unisender и в Sensei редактор гораздо беднее в возможностях, чем в MailChimp. Так что вот прекрасный совершенно формат, который часто используется просто для того, чтобы хорошо быстро сверстать красивый рассыл. Следующий по уровню и по качеству аналитики у нас стоит программа, у нас стоит зарубежная программа eMarsis. Стоит программу около 70 тысяч в месяц. Это дорогая история. И с ней работают обычно те компании, которые имеют миллионные базы и, соответственно, тут миллионные рассылки типа Озона, Амазона, там Техносилы, Эльдорадо, Эмбидио и прочее, прочее. То есть если вы глобальный, серьезный сетевой гипермаркет, то, наверное, ваш выбор будет в Unisend. Будет у вас, соответственно, eMarsis. Компания средней руки замечательно работает с MailChimp и с Sensei. За минусом того, что MailChimp исключительно на английском языке, но зная, где что лежит в интерфейсе, там тоже, там, не нужно, там, Fluent Inge. Все очень понятно и интерфейс очень дружественен для пользователя. То есть с первого раза можно залезть и разобраться. Что происходит дальше? Вот вы рассылочку сделали. Вы отправили ее в рассыщик. У вас рассыщик взял вашу базу данных. Например, у вас две с половиной тысячи человек. Анна, вы пишите на экране первый слайд, показатель рассылки. Ну, собственно говоря, да, вы просто подключились попозже. Вот первый экран подписи, название. Вот немножко про меня с моей фоточкой. А вот мы сейчас разговариваем про показатели рассылки. Итак, вот вы их отправили. Вам сама программа рассылщик выдает базовую статистику. Сколько писем загружено? Две с половиной тысячи загрузили. Теперь сколько писем доставлено? У нас далеко не все ящики имеют возможность письма получать. У кого-то ящик переполнен. Письма не пришли. Кто-то написал вам неверный e-mail. Так тоже бывает. Соответственно, вы отправляете, письмо уходит в никуда. И вот у нас получается процент доставки. То есть, например, две с половиной тысячи отправили, там две двести писем доставлено. Итого процент доставки, значит, если две с половиной, это сто процентов, то две триста, это получается, еще девяносто пять получается, там примерно, девяносто пять процентов доставлено. Дальше начинается открываемость. Первая лакмусовая бумажка качества вашей работы. Насколько интересно вы написали заголовок, чтобы люди открыли письма? Насколько вы правильно собрали базу? То есть, например, если у вас клиенты – это мамочки, которым вы продаете коляски в вашей посылке, а у вас в базе не только мамочки, но и те, которым вообще эти коляски не нужны, это вопрос качества сбора базы. То есть, на процент открываемости влияет много чего. И качество сбора, и насколько ваше предложение актуально. То есть, например, может быть, у вас все мамаши, но часть из них коляски уже купила, им просто не нужно. Поэтому у нас есть такой мифический показатель, что рассылку, если название удачное, ее должны открыть все, кто получил. То есть, у нас процент доставки столько-то, 2300 доставили, в идеале, чтобы все открыли. По факту, такого не бывает никогда. Именно из-за того, что не актуальные вещи. Хотя у нас на рынке есть два уникальных кейса, где процент, что где открываемость рассылки почти приравнена к проценту доставки. Значит, один из них, это кейс из Дальского дома Иванов-Маннеферго, из Дальского дома МИФ, где процент сбора базы происходит следующим образом. Вы заходите на сайт, вам предлагают подписаться на рассылку. На рассылку про новинки, книг с рынка. А теперь вопрос с такого. Маркетинг, менеджмент, книги по саморазвитию, детские книжки, актуальные в мире литературы, лауреаты Букеровской премии и так далее, и так далее. То есть там идет сегментация ваших интересов. И вы подписываетесь только на то, что интересно. МИФ присылает рассылку нашей новой книги раз в две недели. Это тоже такая приятная цифра. То есть он не насаждает свою рассылку, он присылает ее достаточно редко. Но при этом не настолько редко, что вы про него забыли. В каждой рассылке из Дальский Дом МИФ вкладывает следующую вещь. Обложку, описание и кликабельную кнопку на сайт к себе, где вы можете почитать отрывок этой книги. А потом уже принимать решение покупать, не покупать, нравится, не нравится и так далее, и так далее. То есть вам фактически предлагают, во-первых, сливки рынка. Если вы владеете свободными языками, вы можете их почитать в оригинале. Но если нет, или если нет времени следить за новостями всей Европы по вашему направлению, то вот, пожалуйста, за вас уже все сделали. Собрали, оценили, перевели и вам дают бесплатный кусочек познакомиться. Это все вкладывается в следующий показатель. Кликабельность. То есть у нас в рассылке идет кликабельная кнопочка. Она ведет куда-то. Например, в моем примере произойдет к этому мифу, она ведет к ним на сайт. Если вы делаете рассылку, например, в кинотеатр, и у вас рассылки премьеры недели, то у вас кликабельная ссылка подробнее. Будет там обложка фильма, постер, название, краткое описание, хронометраж, кто в главных ролях, а дальше кнопочка почитать подробнее и купить билет. То есть для тех, которые уже приняли решение покупателей, там давно ждали фильм и рассылка стала последней каплей, то купить билет и купить билет куда поведет. Ну, скорее всего, в кассу, там, Рамзер кассы, Яндекс кассы, ну, тот самый эквариум, покупка билетов онлайн. Если вам любопытно, вы нажимаете на кнопочку подробнее, и кнопочка вас выводит, скорее всего, на сайт кинотеатра, где написано афиша фильма и подробнее про фильм с трейлером и так далее. Чем выше показатель рекабельности, тем считается вовлечение вашей пользователем. То есть вы действительно так написали, что им интересно. И они переходят на сайт, они переходят на карточку товара, если вы там продаете, например, велосипеды зимние, или у вас интернет-магазин Wildberries, или Ламода, вы продаете у нас впереди зима, вы продаете одежду. И вот у нас, соответственно, посмотреть новую коллекцию. Вы посмотрели 3-4 фотки в рассылке и переходите на сайт. То есть получается, что если за процент доставки мы, как e-mail маркетологи, отвечаем, это качество сбора базы, за открываемость мы можем влиять только на название, потому что на актуальность подачи нужна коляска этой мамочки или не нужна, мы не знаем, мы на это не повлияли. То показатель кликабельности это целиком и полностью наша заслуга. как мы написали, чтобы люди заинтересовались и перешли к нам на сайт. Следующие показатели это процент отписок. У нас от каждой рассылки есть определенный процент отписок, и это нормально. Люди раньше интересовались, теперь перестали. И слава богу, что у нас есть этот процент, потому что когда люди нажимают отписаться, это называется жизнь в вашей базе. Это нормальный процесс. Кто-то уходит и приходит. У нас еще такой термин экология базы. Вот. И хорошо, что они отписываются вместо того, чтобы нажимать это спам. Потому что как только человек нажимает это спам, это не значит, что письмо уходит в папочку спам, хотя туда оно тоже уходит. Это как тревожный сигнал уходит в постмастер, то есть организатору почтовок, пересылок всех писем рунета. Если это mail.ru, то, соответственно, это постмастер mail.ru. Если это почта на Яндексе, постмастер Яндекс. И если на рассылку много жалоб, то постмастер начинает рассылку блокировать, то есть еще у себя. Что происходит? Мы в MailChimp там в Sensei загрузили, отправили. У нас процент доставки хороший, а открываемость нулевая. подумали, наверное, мы что-то неправильно в заголовках написали. Давайте следующее сделаем. И можно так отправлять достаточно долго, пока в итоге у кого-то не появится разумный вопрос. Ребята, не бывает процент доставки большой, открываемость 0. Значит, эти письма не доходят до людей, их просто блокернули на почте. И тогда надо ехать в Яндекс.Офис, в офис Яндекса, в офис Mail.ru, ввести там некоторое количество бумаг, которые они скажут, и доказывать, что вы не злостные спамеры, что это действительно ваша база данных, и люди действительно подтверждали свое согласие на рассылку, и как вы собираете базу. То есть это определенный процесс переговора и труда. Не сказать, что прямо катастрофичный. Не катастрофичный, просто это некоторое количество времени, которое вы теряете, как email-маркетолог. Не сложно, но долго и муторно. Поэтому у нас обычно в рассылках фраза «Отписаться» ставится сверху в правом углу на самом видном месте. Под названием «Не нравится, но отпишись, пожалуйста, только спам не нажимай, потому что это будет очень больно». И в формате создания нашей рассылки, когда мы меряем вот эту категорию, мы переходим к самому, к самой структуре письма. Вот смотрите. Значит, у нас есть фон письма, у нас есть самая верхушка, которая называется префедер, шапочка, обычно с картиночкой, дальше пошел процесс верстки, это мы называем тело письма. Как вы его будете делать? Вот у меня вот здесь в качестве скрина картинка с текстом с правой стороны. А дальше вы можете выбрать то, что вы посчитаете нужным. То есть там, если я бы делала рассылку кинотеатра, у меня было бы картинка, короткий текст, две кнопочки, и следующая картинка, короткий текст, две кнопочки, ну, в смысле, это афишки. Вот. Если бы у меня была рассылка про какие-нибудь шмотки, типа Wildberries, то в главной шапке у меня стоял имиджевый баннер, новая коллекция, зима, мол, средние тренды, кликабельные, прямо сразу на сайте. А дальше, соответственно, у меня бы стоял там разделы актуальной акции, сезон распродаж, не успел подготовиться к зиме, там шапки, куртки, то есть какой-то вот, какая-то базовая навигация внутри рассылки, чтобы если у человека сезон распродаж вообще ему не интересен, и новая коллекция не интересна, но шапка ему нужна, чтобы он крикнул по слову шапка, чтобы поймать максимальное количество той целевой аудитории, которой у меня это все посмотрит. И вот мы дошли до темы нашей сегодняшней встречи. Это подпись. Иногда ее относят к подвалу, а иногда относят к телу письма. Зачем нужна в принципе подпись? Самая базовая история это сообщение дополнительных контактов. У вас после окончания семинара в течение суток будет рассылка с записью нашей встречи и презентации, которые сейчас у вас на экране, дополнительными материалами. И там тоже будет подпись, где будет написано от имени кого будет подпись, то есть с уважением, соответственно, ФИО, чем занимается данный человек и будут еще дополнительные контакты, чтобы можно было удобно связаться, зачем это люди делают. То есть, когда мы делаем подобную подпись в деловой переписке, то есть лично вы, конкретный человек, пишете с корпоративной почты, и вот у вас такая подпись. У вас получается что? Чтобы до вас дозвониться, ну, как можно до вас дозвониться? Через официальный номер там, колл-центр, а вы в подпись сообщаете личный номер телефона или бывает телефон с добавочным номером. Вам наверняка приходили такие письма. В данном случае у нас еще есть контакт по скайпу, можно связаться по скайпу, кто-то пишет туда ссылки на персональные социальные сети, вставляет, кто-то пишет несколько телефонов, то есть корпоративный там плюс 7 и код города и там циферки с добавочным и сотовый телефон, персональность, человек. Мы в рамках рассылки тоже иногда используем подобные вещи, когда? Когда нам нужно, когда у нас идет рассылка по всей базе, но она очень персонализирована. То есть, например, вы получите рассылку по итогам встречи с моей подписью, я буду вам писать еще некоторые дополнительные материалы и, соответственно, то, чего я вам напишу. Это будет рассылка не от всего бизнеса, то есть не от компании учебных центров специалистов, она будет направлено, персонализировано от ведущего семинара вам персонально. А когда вы записываете семинар, у вас наверняка приходила другая рассылка. И там была другая подпись. Там была, например, команда специалист. То есть, она идет не от персонализированной истории, а от команды. Что бывает еще с подобной персонализированной историей? Когда вы делаете цикл рассылок, это называется транзакционный рассылок, цепочка писем, когда у вас первые рассылки идет подпись от имени всей команды, а в следующей соответственно рассылке у вас, например, идет следующее. Вот в нашем районе есть такое государственное образование, которое называется центр занятости населения. И если вы попадаете к ним в базу данных, то первое письмо, которое приходит, идет от имени центра занятости населения, там управа и так далее, и так далее. И там идет общая информация, что вам нужно принести, там резюме принести, время работы, этого центра занятости, трудовую книжку не забыть, ну там и так далее, и так далее. Как только вы туда приходите, получаете первую консультацию, у вас приходит второе письмо от имени специалиста по созданию резюме, там так и написано, то есть фоточка с уважением, там Маша Иванова, эксперт по созданию резюме с е-мейлом данного человека, соответственно, там с общим телефоном, там плюс 7, 4, 9, 5, бла-бла-бла, с подписью, что это центр занятости и усиления, а в самом письме написано, что после первой встречи теперь вы знаете, как делать. Не забудьте в резюме вставить вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. То есть оно идет с той самой персонализацией. Понятно, что никакая Маша Иванова не отправляет эти письма. Письма отправляет программа рассыщек, но она отправляет их адрес на под имени конкретного человека. После второй консультации там подключается третий человек, который содействует дополнительному образованию, то есть там мы получили ваше резюме. Вы хотите повысить свою квалификацию. Чтобы повысить вашу квалификацию вот на эту профессию, мы вам рекомендуем вот это, вот это, вот это и вот это там. В госпрограмме есть много любопытных вещей. А дальше идет подпись специалист там Петя Петрова, специалист по уровню повышения квалификации и так далее. Все вот эти рассылки отправляют обезличенный почтовый клиент сэнсэй, мэлчинк, юнисендер и так далее. Но человек, видя подобную персонализацию, больше доверяет. Там идет не каждый раз центр занятости, центр занятости. Вот конкретные люди пишут. Он с этими конкретными людьми общался. Это другой уровень взаимодействия человека с госорганизацией. Еще на что влияет подпись? Она повышает узнаваемость компании, продвигает бренд. То есть любая подпись, смотрите, это уже принцип другой совершенно. Смотрите, здесь нет никакой персонализации, никакого фио. Здесь есть бизнес с логотипами. ну и соответственно вот пошла официальная подпись. Город Москва, адрес и ссылочки на соцсети. Тон общения и впечатления о человеке. То есть все, что вы пишете в подписи, это то, что делает вашу рассылку предельно человечной. У нас сейчас общий тренд, в принципе, в маркетинге, отход от обезличенного общения персонализированный. У нас социальные сети заводятся, чтобы человек мог написать в любое время Яндекс.Такси или какому-нибудь банку. И сотрудник банка через соцсети отвечает. У нас делают программу лояльности, где можно соответственно общаться. У нас делают рассылки с картинками, фотографиями и рассылка, которую вы видите с подписью с любовью Стаси Шер, тренер Академии копирайтера, и даже там со смайликом в конце. пользуются гораздо большей популярностью, чем вот эти официальные уважаемые вещи с уважением Петров, и дальше там email, вконтакте, ссылки и так далее. Потому что чем больше персональных данных, чем больше нестандартного общения, тем считается легче налаживается контакт. Человек лучше запоминает компанию, лучше запоминает бренд, больше реагирует на рассылки, как следствие больше покупает. То есть как бы делать рассылку, если мы занимаемся благотворительностью, мы можем в подписи в принципе писать все, что угодно. Я про то, что мы занимаемся прекрасным делом, и там не важно, как к нам относятся, главное, как относимся мы. А если мы говорим задачей нашей рассылки это продажи, то есть вся наша прекрасная работа и одухотворенность, задать одухотворенность рассказам, рассказать больше про книги, оно все равно все сводится к одному и тому же. Сколько отправлено, сколько доставлено, сколько переходов на сайт, а дальше нам считает Яндекс.Метрик или Гугл.Аналитик с дальше оборонку продаж. Сколько переходов на сайт дошло до корзины и купила. И так с каждой рассылки. То есть мы, в общем-то, про деньги. А здесь, как говорится, все средства хороши. Если люди покупают с большим удовольствием, когда у нас появляется милая картинка и персонализированная подпись, отлично, пускай будет так. За исключением, если у вас в рассылке нету единой стандартизации общения. То есть, например, если вы Райфайзел Банк, у вас есть согласно которому вы никогда не можете написать с любовью директор отдела регионального развития и поставить смайлик. У вас принято в компании более строгий подпись в принципе. Кто-то ходит на работу в майке, а вы в банк ходите на работу в пиджаке и галстуке. У вас положено так. И вот это единое брендирование одежды, поведение в том числе уходит и в рассылку. что вы подписываетесь тоже достаточно строго, но при этом не как вот, например, Николай Петров ни картинки не поставил, ничего не поставил. Получилось сухо и скучно. Кто это, какой товарищ? кроме того, подобная вещь привлекает новых подписчиков на аккаунты в социальных сетях. А что бы их не привлекать таким образом, если это можно? То есть у нас есть СММ отдельная история, емейл-маркетинг отдельная история, но ничто не мешает, когда один помогает друг другу. И вот за счет подписи это одна из возможных помощи. У нас на курсе, который посвящен емейл-маркетингу, у нас есть недавно, скоро будет такой базовый курс прям с нуля. Загружаемся, настраиваем, верстаем, отправляем, считаем конверсию, всю воронку продаж и дальше можно соответственно там и делаем транзакционные цепочки писем. И у нас в том числе там звучат кейсы, каким образом мы схлопываем СММ с емейлингом, когда одно помогает другому. Одно приращивает базу, второе увеличивает читателей, все вместе работает на продаже. То есть и то, и другое. Вот это один из таких маленьких скромных примеров. А какие у нас бывают виды подписей в рассылке? Значит, самое распространенное это профессиональные подписи. То есть что у нас получается? Вот та самая персонализация, которая делает нестандартное общение, оно сверху. И картинка данного человека. И дальше начинается ФИО, чем занимается бизнес, потом скайп и ссылка на сайт. Вот, пожалуйста, профессиональные подписи. Наш тот самый Николай Петров тоже делает профессиональную подпись. С уважением, ФИО, КП-блог, емейл и данные. Барышня, которая менеджер в компании американской, тоже делает вот такую профессиональную подпись. корпоративная подпись, когда коммуникация ведется от лица компании. Нет человека, логотип, приятная там фраза в данном случае, спасибо за ваше внимание, какой-то призыв к действию, ссылочка на социальные сети и, соответственно, хэштег, по которому в Твиттере это можно написать. В зарубежной компании Твиттер популярен, поэтому видите, как они пишут и аккаунт в Твиттере, и хэштег. И креативные подписи, где, конечно, если вы сделали удачный креативный подпис, молодец, но здесь, как говорится, главное не переборщить. Опять же, есть отрасли, где креативные подписи допустимы, в смысле вы, как в данной ситуации, а нет, я подумала, не подпись ли это креативного бюро. Нет, никак не подпись креативного бюро, то есть, если вы какой-нибудь дизайн-бюро, рекламное агентство, креативное агентство, архитекторы, то есть, все, что связано с красотой, искусством, с модой, то креативная подпись вполне у вас в тренде. То есть, для банка креативной подпись, скорее всего, нет, отрасли не позволяют. Или там, например, вы тяжелая промышленность сталелитейна. Но если вы где-то посередине товара народного потребления, автомобили, у которых нет там выберенного премьера типа Мерседесу, положено только вот это, BMW только вот это, то, в принципе, можно попробовать придумать креативное сообщение, в котором также, как и выше, будет что? Текст с призывом про что-то. Фио, в данном случае Альберт, который вместо фотографии делает стилизованную картинку Альберта Эйнштейна, если только сам не снимается в виде Эйнштейна. И дальше должность и ссылка на интернет-магазин. Вот та же самая ссылка на компанию, только подпись креативная. Получается, в общем, в принципе, все то же самое, как здесь. Только не так официально. Для того, чтобы сделать подпись, нам необходима следующую вещь. Значит, логотип компании или фотоотправитель. Потому что у нас одна картинка. Мы делаем либо корпоративную с логан, либо с фио человеком, то есть с фоточкой. Для того, чтобы понимать, что именно мы будем делать, нам нужно понимать, какая пойдет рассылка. То есть про что? То есть мы всегда отталкиваемся, получается, от той самой базовой идеи. То есть мы никогда e-mail маркетинг или, например, не занимались. То есть мы пришли, а там поле непаханное с нуля. И вы отвечаете сначала для себя на вопрос, а потом на тот же вопрос дальше лицу, принимающему решение. Там, директору по маркетингу, директору по развитию, владельцу бизнеса и так далее, и так далее. Кому? Кто? Тот, кто сверху принимает решение и говорит, да так или нет, давайте сделаем по-другому. Каким образом мы будем писать и как мы будем писать? И у нас получается, что рассылки делятся на две огромные категории. У нас есть триггерные рассылки и транзакционные рассылки. Соответственно, триггерные рассылки запускаются по конкретному триггеру, отсюда и название. Например, если вы представляете ресторан, у вас есть базовая акция, что имениннику, который придет в день рождения бокал шампанского в подарок, например, для того, чтобы люди про это узнали, вы делаете рассылку по именинникам этого месяца. Но поскольку у нас, например, есть у нас сегодня на дворе второе число, а именинников в ноябре у нас по всей базе набралось человек 600, но они не второго родилиста все, второго единицы. Поэтому я в данном ситуации пойду к маркетологу и скажу, слушай, дорогой друг, давай переделаем акцию. Всем именинникам ноября скидка, когда они придут. Там, это самое, бокал шампанского, да, мы говорили. Чтобы я сейчас буду делать рассылку, сейчас я возьму триггер дни рождения в ноябре. И вот когда они решат прийти, вот тогда они придут. В конце концов, у нас сегодня второе число, суббота. Люди, скорее всего, вечером, если у них день рождения, куда-то пойдут, если не дома отмечают, но они пойдут посидеть куда-то. А если день рождения в понедельник или во вторник, завтра на работу, друзей собираем когда? Ну там, в пятницу, чтобы все выспались в субботу, на выходных, и тогда, если у нас акция будет действовать в том неизменном виде, мы будем терять аудиторию. Поэтому давай сделаем как-то там пологичнее это все. Или, например, вам подарок в течение недели после дня рождения, а дальше уже там человек выгодит. Придет он в понедельник, вторник, среду, главное, что в неделю у нас точно попадет суббота, пятница, воскресенье. И вот в данной ситуации, когда у нас получается вот такая триггерная рассыпка, это самый базовый триггер. День рождения мы будем писать от имени кого. То есть для того, чтобы делать любую подпись, мы должны понимать логику. Мы какую будем делать подпись? Давайте с базового ответа. Персонализированную или корпоративную? Если у нас корпоративная подпись, кстати, немножко легче. У нас есть логотип, который мы поставим, у нас есть пожелание словом, там ссылочки на соцсети, которые мы напишем, и на этом дело заканчивается. То есть мы напишем единую подпись на все рассылки, которые у нас будут идти. Это будет очень скучно, это будет очень неперсонализировано, и это будет на том рынке, в который живет сейчас, который много рассказывает о себе и пишет от имени одного сотрудника, второго сотрудника, третьего сотрудника, это будет проигрыш. Не сильный, но проигрыш. Но, например, если в вашей компании так принято, значит, это бренд, живем с этим, как говорится. Так у нас получается, лого или фотка. Если фото отправителя, то какого? Вот триггер с днями рождениями и бокал шампанского в подарок именинника. Кто будет отправлять? От имени генерального директора всей сети? Вроде как неловко. От директора по развитию? Тоже, причем здесь бокал шампанского и директор по развитию? Тогда, наверное, от управляющего ресторана. И у нас тогда текст будет «Дорогой друг, мы знаем, что у тебя день рождения в ноябре. Год назад мы с тобой познакомились». Мы подумаем еще над текстом, но это должно быть очень тогда личное письмо. «Дорогой друг, тебе пишет директор ресторана «Веники-вареники». Ты разрешил нам отправлять тебе письма с подарками. Вот письмо с подарком я тебе отправляю. Знаю, что у тебя день рождения в ноябре, отправляем тебе бокал шампанского, приходи, забери его в любой день всего месяца. Там и друзей приводи, и так далее, и так далее. Текст это уже будет думать копирайтер. Чтобы так написать, чтобы в конце логично звучало, заранее не поздравляют, это я к тому, что у нас есть, вот она, подпись, есть какой-то текст помимо фразы с уважением, который должен запоминаться и который должен двигать продажу. заранее не поздравляют, но заранее радоваться никто не запрещал. Директор ресторана, ждем тебя с ИПО, буду счастлив приветствовать тебя лично. Картинка, ФИО, подпись там, а если есть вопросы, вот мы телефон, звони. Смотрите, какой уровень персонализации. Дальше у нас получается, а если захочешь там заказать банкет с друзьями, то вот мы телефон, звони. И вот у нас получается персональное обращение к клиенту, который потенциально в день рождения может заказать у меня столик для друзей, это же выручка, это же деньги. Возьмем транзакционное письмо, теперь не триггерное, там, день рождения, Новый год, именины, не знаю, там, возьмем транзакцию. Например, мы пишем цепочку писем, возвращаемся к нашим центрам занятости населения, да, у нас получается, здравствуйте, вы были у нас, потом я мастер по резюме, потом я рассказываю вам про доп. образование, потом там, я готов подготовить вас к собеседованию, представить вас работодателем. Вот у нас через определенное количество выходят эти письма, вот они, пожалуйста. И у нас каждое письмо будет отправляться, получается, от кого? От компании или от отдельного человека? То есть это, опять же, кого мы поставим? Некоторые компании для того, чтобы убить двух зайцев сразу, то есть персонализацию, но при этом живых людей не трогать. Берут чью-то фотографию, там, обычно того, кто согласился, и называют его там искренне ваш редактор рассылки. Если есть вопросы, вот мой e-mail, и дает e-mail e-mail маркетолог. То есть вот, пожалуйста, у вас идет рассылка от имени редактора. Там искренне ваш редактор портала, и у вас получается рассылка от крупнейшего портала в стране женского, Evo.ru. Они пишут, с любовью, ваша Evo.ru, и я редактор портала. Картинка, носу сфоточку, кружочке, и соответствующий текст. Дальше, что сюда идет? Иконочки соцсетей. Мы помним, что они нужны, чтобы e-mail помогала с ММО, телефон и адрес сайта, и призыв к действию, пожелания и прочее, и прочее. Мы боремся за увеличение кликабельности, боремся. Значит, призыв к действию должен быть. Все вот это вместе называется plain text сообщение в профессиональной литературе. Подпись звучит как plain text. То вдруг у нас встретится это, а это будет вот так. Кроме этого, есть некоторое количество полезных советов. То есть там хорошо сочетающиеся цвета. Если у вас нет корпоративного требования, то было бы неплохо подбирать грамотно цветовые гаммы. То есть что с тем сочетать, чтобы было не ярко и не броско. Дальше, по дизайну не нужно брать список. То есть там список всех контактов, всех адресов и прочее там все адреса ресторанов это, конечно, убийство для подписьа. Никто читать не будет, столько и не нужно. Если вы хотите внести все адреса ресторанов, напишите просто ссылку. Наши все рестораны смотрят здесь. Ссылка на карту. Пускай человек на карту перейдет на сайт и посмотрит. Выбрать ближайший ресторан к вашему дому. Отлично. Переходят на карту к вам на сайт. Очень многие люди грешат тем, что добавляют e-mail адрес в почту. И это, значит, где логика? Вы же получаете на почту письмо. Зачем же почту добавлять? При этом, значит, если у вас идет разный объем, значит, разные люди пишут там, менеджер по трудоустройству, менеджер по обучению, менеджер по, не знаю, там, карьерный коучинг и так далее, и так далее. И у них у каждого есть своя корпоративная почта, и там идет именно логический призыв. Ты все сделаешь, как я тебе сказала, а если есть вопросы, пиши. Или как только сделаешь, жду твою резюме на e-mail. Но тогда этот e-mail вставляется в тело письма, а не почту. Дальше. Аккаунты социальных сетей, фото и логотип компании. Здесь много-много написано на тему, зачем это все надо. Вы получите рассылку и можете отдельно почитать. Разделители. Сейчас такая модная тема. Вот я тут с утра делала подпись Гарри Поттера. Значит, картинка, разделитель, чтобы отличать картинку от всего остального, чтобы это было более читабельно. И призыв к действию. Более подробно про это можно почитать в разделе, который называется Аида, дорогие друзья. Составление объявлений по методу Аида. Аиде лет 60, мне кажется, она пережила три поколения маркетолога, если он четыре, и она с вами переживет, что все очень так понятно и просто. То есть в конце любого текста рекламного должен быть призыв к действию. Почему бы не делать его еще и в подписи? Ну и в качестве примера давайте посмотрим, что делать не надо. Вот, пожалуйста, список в подписи, в рассылке список. Вот пишут ссылочки на соцсети. Я очень рада, что она есть везде, но обычно ставят основные социальные сети. И в качестве бонуса приложение для создания e-mail подписи. Самый популярный Vice Stamp. Это все кликабельно, вы получите презентацию, можете перейти и все посмотреть. А вот, пожалуйста, внешний вид, как это сделано, ну, соответственно, в редакторе и что получается по факту. Один, наверное, из лучших с точки зрения объема дизайнерских решений. Что можно с этим сделать? Вторая программа New Old Stamp. Есть бесплатная премиальная версия, соответственно, вот написала сразу сэм, то есть там деньги несущественные. Что получается? Здесь много цветовых схем, много логотипов, фотографий. Вот, собственно говоря, компании, которые пользуются. New Old Stamp, говорят, что очень неплохо. Получается вот такое, вот такой интерфейс, как видите, все на английском, но все, в принципе, очень понятно. Имя, компания, что в подписи, какой писать телефон и так далее, и так далее, загрузить лого. Все очень, как это, интерфейс дружественный пользователь. Еще один, еще одна программа, соответственно, 300 рублей в месяц базовой версии и 600 рублей в месяц про. Версия, 50 штук подписей можно сделать в версии базик. То есть, когда вы пишете e-mail стратегию, вы продумываете, кто у вас будет подписываться. И 50 подписей, это за глаза хватит просто. Там, 5 подписей, уже хорошо. Кроме того, в чем большой плюс? Пока у нас, что mail.seed, это единственная ссылка, которая разрешает добавлять ссылки на App Store, на Google Play. То есть, вы в подписи можете рекламировать ваши приложения, и скачайте наше приложение. Все остальные не дают, только ссылки на соцсети. Это пока единственный вообще в мире, который дает ссылочки туда и туда. Ну, на Amazon он тоже дает, но я уж писать не стала. У нас на Amazon редко ссылаются в основном App Store и Google Play. Ну, и последний это вот HubSpot. Наверное, самый простой и при этом абсолютно бесплатный. То есть, там базовая история, кружочек, как фотография, подпись данной, какая компания, ссылочки на соцсети и призыв к действию. Все это можно замечательно сделать в HubSpot, не заплатив ему ни копейки, выгрузив это и потом уже поставив себе в сверстную рассылку. В программе MailChimp, с которой мы разбираемся на курсе по email маркетингу, очень похожий сервис. То есть, если вы берете, например, GetResponse, тогда вам еще HubSpot. А если вы залезаете в MailChimp, то там это вот примерная история уже встроена. Можно не пользоваться двумя программами, сразу в одной ссылке. Вот такие вот дела. Это все так же кликабельно, можно, соответственно, посмотреть, зарегистрироваться и пользоваться на здоровье. Все подобные подписи, как вы понимаете, вставляются не только в email-рассылки, но и в любую корпоративную почту и в персональную почту, например, на Mail.ru, когда вы отправляетесь в mail-овского ящика. Ну и, собственно говоря, иметь красивую подпись еще никто не запрещал. На Яндексе, кстати, для почты есть даже своя отдельная история, внутренняя верстка самого почтового клиента, когда вы делаете себе такую вот красивую почту. Можно в качестве небольшого LevelUp взять, загрузить, посмотреть, что это такое. Вот, дорогие друзья, наша короткая встреча, к сожалению, подошла к концу, и я с удовольствием отвечаю на ваши вопросы. Вы работаете в Сенсей, будет ли курс по нему? Анна, курсу по Сенсею отдельно не будет. И вот почему. Все базовые вещи, которые необходимо знать маркетологу, то есть там показатели, базовые, которые мы сейчас быстренько пробежали, все коммерческие, построение воронок продаж, базовый копирайтинг, верстка, базовый копирайтинг, полезности, которые позволяют увеличивать открываемость, улучшать читабельность, увеличивать конверсию. Они работают независимо от того, в каком вы работаете редакторе. Просто Сенсей, как редактор, который исключительно на русском языке, в этом смысле немного проще, чем MailChimp. Но в MailChimp гораздо лучше сам вот редактор верстки. Поэтому мы выбрали в качестве базового курса для email-маркетологов немножко сложнее программу, после которой вам Сенсей покажется гораздо проще. А все базовые вещи в виде коммерческих показателей и показатели, которые трясут email-маркетологов в виде воронки продаж, мы проговариваем в обязательном порядке. Это не зависит от того, с каким вы работаете планирующим. Ну, если вопросов больше нет, я тогда желаю вам доброго вечера. Продолжение следует...